Дорогие братья и сестры, мое послание называется «Между нами любовь» и обращено к тем, кто чувствует присутствие дьявола в своей семье и готов противостать ему, чтобы принести в семью присутствие Бога, который, как известно, есть любовь. В духовном мире существуют бесы, которые целенаправленно действуют на разрушение семьи. Их присутствие в жизни одного или обоих супругов становится препятствием для создания нормальных семейных отношений, так как они могут влиять на эмоции, мысли и решения супругов. Возбуждая беспричинную ревность, погружая мужа или жену в обиду на долгие месяцы, а то и годы, они, влияя на мысли, провоцируют скандалы из-за пустяков. Нечистые духи приносят в отношения холод, отчуждение, воруют когда-то пылку и любовь и, в конце концов, возбуждают желание нарушить верность и разрушить семью. Влияние демонов может проявляться в одержимости, когда нечистый дух поселяется в душе или теле кого-то из супругов, но может быть приставлен, чтобы вредить этой семье из-за проклятия или колдовства. Когда муж и жена начинают познавать друг друга, они могут обнаружить сверхъестественное негативное влияние на их отношения кого-то третьего. Это становится понятно, когда оба супруга искренне хотят жить без ссор, скандалов, длительных молчаний из-за обид и взаимных обвинений, но у них каким-то сверхъестественным образом не выходит. Они приходят в себя и осознают себя втянутыми в скандал уже когда он в разгаре. Они понимают, что из-за пустяка, не стоящего даже того, чтобы о нем говорить, они уже наговорили друг другу много обидных слов и оскорблений, что для полного прощения, когда осадок от ссоры уйдет, потребуется неделя. И даже секс не поможет, которым они пытаются сгладить случившееся. Все это может натолкнуть нас на мысль, что в семье или в ком-то из супругов или у обоих есть нечистые духи, которые как раз и являются возбудителями раздора. Их единственная цель разрушить брак, тем самым сделать двух людей несчастными, а детей лишить одного из родителей, что для ребенка всегда болезненно и неизбежно оставляет в его сердце глубокую рану. И мы не можем уговорить дьявола уйти или заключить с ним перемирие. Бесов нужно обнаружить и изгнать властью, данной нам Иисусом Христом. Против духовных проблем нужны духовные действия. Библия говорит, противостойте дьяволу, и он убежит от вас. Также написано, противостойте ему твердой верой, зная, что такие же страдания случаются с братьями вашими в мире. Дьяволу противостоять нужно верой и словом. Написано, когда же настал вечер, к Иисусу привели многих бесноватых, и он изгнал духом, словом и исцелил всех больных. Если не включать веру и не обратиться к демонам с конкретным словом, никогда они не покинут нашу семью. И они совершат свою разрушающую работу, приведя семью к распаду. Дьявол, получая доступ в отношения, становится третьим лишним между мужем и женой. Он будет по кирпичикам разрушать их планы, чувства, вселять ненависть, раздор и разочарование друг в друге. Не понимая истинную причину своих проблем, супруги будут обвинять в своих бедах друг друга. Иногда родители не будут обвинять замаскировавшегося в их семье демона. В семье Адама и Евы проблемы начались, когда в их отношения вмешался дьявол-искуситель. И Ева начала реагировать на говорящую гадюку и слушать ее. Замаскировавшись под змею, дьявол начал влиять на желания, эмоции и решения первых людей, таким образом овладев их будущим. Ничего не изменилось и сегодня. Замаскировавшись в каких-то тайных комнатах человеческой души, бесы продолжают влиять на решение эмоций супругов, подкидывая мысли из темного царства. Не распознав, откуда они, супруги делают их своими теориями. По какой причине я не хочу жить с мужем или женой? Выслушивая жалобы жен, всегда удивляюсь, какие глупые вещи становятся причиной развода, многие из которых женщина или мужчина не могут даже толком объяснить. Это происходит потому, что в нем или в ней живет нечистый дух. В книге Тавита, это одна из апокрифических книг, описана история мужчины по имени Товит и его сына Товии. Также эта книга рассказывает о женщине по имени Сара, в жизни которой была очень серьезная проблема. Она не имела возможности насладиться семейным счастьем, хотя и выходила замуж. Написано, она была отдаваема семи мужьям, но Асмодей, злой дух, умершвлял их, прежде нежели они были с ней как с женой. Злой дух Асмодей является ярким примером третьего лишнего в семейных отношениях. Каждый раз он возникал между Сарой и ее последующим мужем, лишая ее счастья и радости семейной жизни. Вместо брачной ночи и медового месяца эта несчастная женщина хоронила своего очередного супруга. Случилось так, что ангел Рафаил посоветовал Товии жениться на Саре, но, зная историю этой женщины, Товия не без причины опасался за свою жизнь. Тогда юноша сказал ангелу, брат Азария, я слышал, что эту девицу отдавали семи мужьям, но все они погибли в брачной комнате, а я один у отца и боюсь, как бы войдя к ней не умереть. Подобно прежним, ее любит демон, который никому не вредит, кроме приближающимся к ней. И потому я боюсь, как бы мне не умереть и не свести жизнь отца моего и матери моей печалью обо мне в гроб их. А другого сына, который похоронил бы их, у них нет. Ангел Рафаил понимал, что брак Товии из Сары возможен только если изгнать злого духа Асмадея. Если же не сделать этого, то молодой человек рисковал стать очередной восьмой жертвой сатаны. Поэтому Рафаил дал юноше подробную инструкцию, как победить нечистого духа. Когда войдешь в брачную комнату, возьми курильницу, ложи в нее сердце, печень, рыбы, покури, демон ощутит этот запах и удалится и не возвратится никогда. Когда же тебе надо будет приблизиться к ней, встаньте оба, воззовите к милосерденному Богу, и Он спасет и помилует вас. Не бойся, ибо она предназначена тебе от века. И ты спасешь ее, и она пойдет с тобой. И я знаю, что у тебя будут от нее дети. Слова ангела вдохновили Товию, и он женился на Саре. По окончании празднования юноша сделал все, как повелел ему Рафаил. Когда окончили ужин, вели к ней Товию. Он же, идя, вспомнил слова Рафаила, взял курильницу, положил сердце, печень, рыбы и курил. Демон, ощутив этот запах, убежал в верхние страны Египта и связал его ангел. Когда они остались в комнате вдвоем, Товия встал с постели и сказал, встань, сестра, помолимся, чтобы Господь помиловал нас. Демон, который столько лет был между Сарой и мужьями, убивая их и делая ее вдовой семь раз, был изнан, и в ее семейной жизни наступила идиллия. И они были счастливы из-за того, что в их семье больше демон не присутствовал. Так как эта книга не вошла в канон, наверное, ее нельзя считать Божьим словом, но эта история хорошо была известна в Израиле. Ведь о том, чьей женой будет эта женщина в Царстве Божьем, саддукеи спрашивали у Иисуса. Однажды меня привели в цыганскую семью жены этого брата, были красивые черные волосы. Глава семейства рассказал, мы стали верующими, и поэтому нам надо от него освободиться. Я спросил, от кого? Он сказал, нам нужно освободиться от дьявола. Понимаете, с нами живет дьявол, поэтому мы несчастны. Моя жена заключила с ним завет, и у нее вырос на голове длинный хвост. Его рассказ был похож на сказку о чертях и ведьмах, но он сказал, дай мне руку. Он взял мою руку и потянулся к волосам своей жены, и к своему удивлению я нащупал в ее волосах толстый длинный хвост. Цыган продолжил свой рассказ и объяснил, что его жена гадалка, и когда он начал общаться с демонами, чтобы узнавать судьбу людей, у нее на голове начал расти хвост. И чем больше она общалась с демонами, тем длиннее он становился. Это был как завет ее с дьяволом, который прижился в этом доме настолько, что его начали видеть и муж, и дети. Когда ехали в автомобиль, оставляли для него переднее место, и он помогал им зарабатывать деньги, но параллельно разрушал их семью и их жизнь. И этот мужчина сказал, мы покаялись, пришли к Иисусу и хотим его и знать, но понимаем, что для этого нужно отрезать этот знак завета. Закончив говорить, он дал мне в руки ножницы и попросил отрезать хвост, так как они обращались ко мне с верой. Я выполнил эту необычную просьбу, отрезал хвост, выбросил его, после чего возложил на нее руки, молился. Ее коснулся Святой Дух, она упала на пол, сила Божья была на ней, на том месте, на котором она лежала, осталось мокрое пятно. Проклятие было разрушено, бесы вышли. Когда люди начинают строить отношения, они могут столкнуться с тем Духом, которого муж или жена принесли из родительского дома. Иисус говорит, когда нечистый Дух выходит из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит, тогда говорит, возвращусь в дом мой, откуда я вышел. И придя, находит его незанятым, выметенным, убранным. Слово «дом» означает в Библии не только жилище. Под словом «дом» подразумевается семья. Например, дом Иакова и дом Исава. Выйдя из человека, бес может возвратиться в жизнь кого-то из членов его семьи, то есть этого дома. Идет и берет с собой семь других духов, злейших себя, и войдя, живут там. И бывает для человека того последнее хуже первого. Так будет с этим злым родом. То есть сатана возвращается в ту же самую фамилию, в тот же самый род, и не обязательно в того же самого человека. Демоны могут переходить в одной фамилии по наследству от отцов к детям и внукам. Вот почему есть семьи, которые годами, десятилетиями, даже столетиями преследуют болезни, бедность, самоубийство, преждевременная смерть и разводы. Поселяясь в доме или семье, или преследуя род, дьявол выполняет свое предназначение. Вор приходит убить, украсть и погубить. Но слава Богу, от Иисуса Христа мы получили власть наступать на змей и скорпионов, на силу врага. Именем Иисуса мы можем изгонять бесов и связывать их на земле, чтобы духовный мир был связан на небе. Давайте изгоним дьявола из своей семьи. И да придет Царство Божье в наши семьи. Бога, Который есть любовь. Братья и сестры, любовь между нами. Амин. Братья и сестры, любовь.